Мы сейчас прикинем, а потом приклеим, да? У юриста Владивостокского аэропорта Анны Сахаровой сегодня будний особенный. На один день она сменила род деятельности. В щедрый вторник людям помогает не словом, а делом. Всех желающих обучает мастерству открыток, которые предлагают подарить тем, кому приходится большую часть жизни проводить в больничной палате. Благотворительная акция посвящена детям с тяжелыми заболеваниями. Может любой человек подойти, сделать открытку для себя, для друзей, либо для того ребенка, которому хочет что-то пожелать, пожелать выздоровления, просто добрые слова в Новый год какие-то передать. Я им желаю, чтобы они никогда не болели. Я желаю, чтобы они поскорее выздоравливали и чтобы родители находились как можно ближе к своим детям. Поддержать подопечных благотворительного фонда «Сохрани жизнь» сегодня можно и словом. Чтобы перечислить средства для детей с онкологическими заболеваниями, нужно лишь на номер 3443 отправить сообщение со словом «БФСЖ». Это первые буквы благотворительного фонда «Сохрани жизнь», который и стал организатором акции «Твори, живи, лети» в аэропорте Владивостока. Почему именно здесь? Это не случайное проведение акции, потому что сейчас основная статья расходов нашего фонда – это средства, очень большие причем средства, идут на покупку билетов, на перелет в Москву, для того, чтобы дети получали лечение, либо операции, либо диагностику проходят. Лечение онкобольным, как правило, оплачивает государство. А вот цена частых перелетов в сумме с другими тратами для бюджета семьи бывает непосильной. Поэтому сегодня зажечь символическое сердце в холле аэропорта активисты приглашают всех окружающих. В первую очередь, самых маленьких. Мы нашли очень замечательную и смелую девушку. Мы ее зовут, Танюша. Танюша, скажи, пожалуйста, ты, наверное, очень любишь танцевать? Любишь, конечно. Оказалось, танцевать с героями сказок любят абсолютно все дети. Именно так организаторы решили привлечь внимание посетителей к своей акции. Просто так дарить внимание и любовь окружающим в ответ получать то же самое. К слову, за участие в благотворительности волонтеры дарили не только объятия, но и памятные браслеты, подробно рассказывая окружающим, как можно помочь онкобольным детям. Пройти мимо вот такого действительно открытого сердца сегодня действительно сложно. В аэропорту они установлены в самых проходимых местах. Например, этот стоит у эскалатора. Это значит, что перед тем, как улететь в другой город или в другую страну, можно сделать действительно доброе дело. Как еще сохранить жизнь ребенка, попавшего в сложную ситуацию, организаторы призывают узнать на сайте фонда. И, конечно, напоминают, щедрым на добрые поступки может быть не только вторник. Инна Щедрова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.